30 апреля в России отмечается День противопожарной службы. И в эти дни по всей стране проходят торжественные памятные мероприятия, посвященные этой дате. О том, как отмечают свой профессиональный праздник якутские огнеборцы, расскажет Виталий Абрамов. В рамках всероссийской акции «Урок гражданской обороны» сегодня во многих школах республики прошли открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Сотрудники МЧС и службы спасения продемонстрировали школьникам, что необходимо предпринять при экстренных ситуациях. Дети очень живые, интересуются очень многим. Но основное действие прошло на площади дружбы с торжественным построением личного состава главного управления МЧС по республике и якутского гарнизона пожарной охраны. Здесь же были продемонстрированы образцы пожарно-спасательной техники. Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды, очередные специальные звания и благодарственные письма от правительства республики. Поздравляем еще раз всех наших ветеранов, которые заслужили этот праздник, которые являются наставниками. Мы также берем от них опыт. Особой почести в этот день удостоились ветераны пожарной охраны. Этот год для огнеборцев Якутии юбилейный, так как ровно 200 лет тому назад, в 1817 году, в документах якутской ратуше появилось первое упоминание о содержании пожарных орудий. К концу года уже, думаем, все эти мероприятия дадут нам положительные результаты, как по уменьшению количества пожаров, по уменьшению количества погибших и пострадавших на пожарах. Также в этот день сотрудники МЧС чтят память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Пожарная крана – одна из самых исторических оперативных служб, которая уже 368 лет служит на благо нашей Родины, Российской Федерации. С начала года пожарными подразделениями республики ликвидировано свыше 420 пожаров, спасены из огня более 300 человек и материальных ценностей на сумму более 500 миллионов рублей. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.